Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступили от зрителей и слушателей портала «Экзогет», люди спрашивают, «Христос вывел из ада только праведников или всех?» Строго говоря, исходя из всего строя, богослужебного строя христианской церкви, из всех древнейших написанных богослужебных текстов или каких-нибудь вероучительных текстов еще во времена IV века, скажем, великими Каппадокийцами или Иоанном Дамаскиным, все эти тексты говорят о том, что дело не в том, кого вывел из ада Христос, а дело в том, что ад просто перестал существовать, его больше нет. Ад как область, которая была, скажем, особым местом, особой областью, особым именно таким внешне обусловленным состоянием человека, который отделен от Бога, вот эта область адская, она разрушена. И об этом, ну вот, свидетельств более чем, начиная от Священного Писания Нового Завета, вот, или там, скажем, даже пророческих текстов Ветхого Завета, смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа, вот. Огласительное слово Иоанна Златоуста на Пасху, которую слышат все верующие в храме, и много чего другого, особенно тексты Актоиха, все они говорят о том, что ада просто нет, ад разрушен, разрушен. И вот на иконе Воскресения Иисуса Христа мы видим вот эти свидетельства о разрушении ада, сломанные ворота, разные замки, крючки и прочее, говорящие о том, что ад разрушен. Но вот с точки зрения, скажем, богословия, это имеет грандиозное значение. С точки зрения реальности конкретной жизни человека, это не имеет никакого значения. То есть ад, конечно, разрушен, но если он не разрушен во мне, то для меня нет никакого, это не имеет никакого значения. В чем дело? А в том, что как неизбывное, как неизбывное, независящее от человека состояние, от перестал существовать. Но теперь этот ад перемещается в человеческое сердце. Он делается управляемым человеком. Человек может сделать так, что ада не будет никогда и нигде. А может сделать так, что ад навсегда поселится в его сердце и станет для него объективной реальностью. Как Христос говорит, Царство Божье внутрь вас есть, так и отсутствие Царства Божьего есть внутрь вас. Что у тебя внутри, в том ты и проживаешь. Или как говорят многочисленные классики древности и современности, каждый видит то, как он видит. Что у него внутри, так он и видит. Как он слышит, так и пишет. Как он дышит, так и слышит. Говорил наш советский классик. Вот. Это состояние внутричеловеческого сердца. Ну, скажем, вот у вас на сердце мрачно, и вы идете и видите, что все вокруг негодяи. Все вокруг плохие люди, злые, никчемные, лжецы, лицемеры, насильники, грабители. Бог злой, Бог лукавый, Бог недобрый. И вообще весь мир этот проклятый. И вы живете уже в аду. Когда жизнь это кончится, это состояние станет единственным вашим наследием. Если вы идете по жизни, видите, что все люди добрые, все люди светлые, что Бог необыкновенный, щедрый, любящий, добрый. Ведь этот мир, по сути дела, настолько прекрасен, что является предверием рая, то, когда вы умрете, вы попадете в это самое видение. Все внутри человека есть. Он сам определяет свою жизнь. Либо он делает это наше временное бытие предверием ада, либо делает это наше бытие предверием рая. Все внутри человека. Он может поверить во Христа, принять жизнь, которую дарует ему Христос. И для него начнется ступени, возводящие его от радости к радости, от славе к славе, от жизни к жизни, пока, наконец, распахнутым сердцем, распахнутыми глазами он не впадет в объятие любящего его Христа. А другой человек, ненавидя и презирая, неверуя во Христа и всячески глумясь над тем, что сделал Христос, для него эта жизнь становится ступенями в ад. От смерти к смерти, от ненависти к ненависти, от злоби к злобе, отвергая все новые и новые пути, которые предлагает ему Бог, чтобы сойти с этой ступени, ведущий вниз, и он, в конце концов, заканчивает свою жизнь, впадая в эту мрачную пропасть. И только святые видят, что эта мрачная пропасть, в которую впадает этот человек, есть объятие Христа. Объективно он обретет своего Бога, любящего, нежно любящего его, и прижимающего его к своей груди. Но объективно, то есть субъективно, человек будет воспринимать это как самое страшное, невыносимое мучение. Все внутри человека. Самым, скажем так, ярким, самым ярким свидетельством уже здесь, на земле, вот этого адского состояния человека является самоубийство. Есть самоубийство, которое обусловлено некоторыми объективными вещами, ну, скажем, невыносимой болью, объективно невыносимой болью, вот, или там объективно невыносимым горем. Можно ли оправдать это самоубийство, нет ли? Это другое дело, я не хочу об этом говорить. Но есть и великое множество людей, совершающих самоубийство, совершает его в объективно замечательной обстановке. У них есть родители, есть друзья, есть любящие их люди, есть дом, есть какой-то коллектив, работа, еда. Есть очень много вещей, за которые можно благодарить, за которые люди цепляются и которыми они дорожат. Нет объективно невозможной ситуации, но люди думают, что она объективно невыносима. Им говорят о любви, они не слышат и не верят. Им пытаются помочь, они закрываются и не принимают эту помощь. Они создали стену, железобетонную стену вокруг себя, и не хотят, они прячутся от радости и света, от доброты и любви, запирая себя в этом уютном для них мире, что все плохо, все плохо, никто не любит, все лицемеры, все лжецы, и жить в этом безобразии я не хочу. Я хочу от этого избавиться. Но это безобразие, это зло, это ненависть только в сознании самого человека. Вот если хотите, я не буду сейчас зачитывать или приводить, но вот одно из самых художественно-поэтических изображений этого сделано, вот состояние внутреннего ада сделано в книге Клайва Стейлса Льюиса «Расторжение брак». Он как раз не только рассуждает о том, почему и как этот ад возник в сердце человека, он пытается это показать, он пытается сделать это доступным для нашего восприятия, чтобы мы поняли, насколько мы заложники собственных мыслей, мнений, состояний, обусловленных нашим недоверием, именно недоверием любви Бога и людей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.